привет ребят сегодня хочу вам поведать еще об одной маленькой штуковине без которой мы в принципе не можем выполнять свои работы речь пойдет о карандаше маленькая предыстория выбирал я как-то себе угольник для строительных работ и нарвался на такое название угольник свенсона посмотрел да хорошая штука в моих нынешних работах он пока мне не нужен но как-то я через угольник свенсона обнаружил для себя интересную деталь такую что у свенсона у этой компании есть еще и карандаши меня заинтересовало что за карандаши позиционируются они там как самозатачивающийся бесконечно и я нашел такие карандаши у нас продажи они есть на наших так сказать специализированных магазинах я заказал сверху знакомки вот эти карандаши в комплекте в данном который я приобрел идет два карандаша и 8 запасных грифелей очень интересная система то есть сам карандаш оборудован щекол до этой как он называется лямочкой для того чтобы фиксировать в кармане есть защитный колпачок такой из поликарбоната наверное есть очень очень удобно и насечки для для того чтобы более правильно держать его в руках самая большая интересность этих карандашей в чем то есть я так понимаю что когда они приходят в какую-то там негодность их не надо точить нужно просто вытащить вот эту часть ставить ее сзади и в этот же момент спереди вылезет точно такая чаще всего пользуюсь вот такими карандашами которые имеют приблизительно такую же длину до они превращаются у нас вот в такие и меньше и меньше огрызки приходится подтачивать регулярно затачивать ну честно говоря немножко от этого устаешь я в своей практике пользуюсь именно в основном плоскими карандашами объясню почему точечный карандаш с как это сказать равным этим грифелем круглым ну да наверное где-то уж совсем тонкие работы выполнять какие-то им нормально а допустим поставив точку ну можно в текстуре дерева и и каким-то образом потом уйти от нее глазами не заметить всегда правильнее как мне кажется ставить крестик перекрестием которой будет та точка в которую нужно попасть крестик всегда увидишь то есть вот плоский карандаш на мой взгляд это более правильное решение не только для строительных работ но и разметочных в том числе там в мебельных делах в отделочных работах я считаю что вот этот карандаш действительно для сам сусамов универсальный риф или есть и кому нужно синие красные цвета это уж кто кто как любит маркирую в принципе давайте попробуем чуть-чуть им поработать начнем с грубой деревяшки продольный поперечный метки соответственно вот таким образом он естественно на ней подтачивается здесь нужно немножко другое устройство опять же линия видно перекрестие видно четко да он немного стачивается но никакой критичности в этом абсолютно нет если проводить линии более размеренно более тонко то и линии видны и соответственно карандаш чуть дольше работает не вижу никакой писать давайте попробуем так еще 45 замечательные тонкие аккуратненькие линии радует в меру плотный нерву мягкий вот как-то все очень действительно выверено как говорят но могут же иностранцы теперь попробуем на мягкой по мебельному щиту вообще никаких проблем все прекрасно все четко нужно пожирнее можно пожирнее можно пожирнее все видно шикарно как говорят иностранцы perfect напоследок еще информация для тех кому будет интересно производитель сша свенценту корпорейте там мы идем чайна соответственно для того чтобы стоимость их было на рынке какой-то сопоставимый потому что на самом деле в такой набор этого очень недорого по сути вы получаете не два даже три карандаша три карандаша за 300 рублей с возможностью дальнейшей эксплуатации да я считаю что наше время невеликие деньги вполне себе доступный вариант я очень доволен и покупкой не знаю я устал от этих всяких огрызочков мне не нравятся маленькие карандашики не за ушами не где-то проваливающийся там куда-то в карман карандаш должен быть карандашом он должен сидеть нормально в руке вот карандаш который сидит нормально в руке вот наверное все что я хотел сказать о нем задавайте вопросы кому будет интересно давайте общаться бай